Заинтересовать работников лучше выполнять свои обязанности может помочь система примирования KPI, считают эксперты. Международная практика уже давно доказала свою эффективность. Дифференцированная оплата труда, мотивирующая сотрудников, не так хорошо распространена в Казахстане. Большинство отечественных компаний платят работникам фиксированную зарплату. Эти и многие другие вопросы обсудили в столице с участием международных экспертов. Они поделились опытом, как правильно мотивировать рабочий коллектив. Появляются у нас работники свободного найма, появляются у нас мини-производства, квартирные крафтовые производства и так далее. То есть меняется сам рынок труда и сегодня вот саму статистику по усредненной заработной плате делать достаточно сложно. То есть об этом сегодня говорят наши эксперты именно от нейрологических подходов. Второй момент это то, что у нас все-таки мы переходим к рыночному обществу, но ментальность связанная с все-таки с такими более социальными стандартами у нас остается. Открыть собственную автозаправочную станцию предлагает предприниматель Казакуэл. Для этого необходимо получить франшизу. Порядка 40 АЗС по всей стране уже работают под брендом компании. Стать партнером Бреда Казакуэл могут как начинающие предприниматели, так и уже имеющие свои АЗС бизнесмены. Со своей стороны в компании готовы оказать полную поддержку. Открыть АЗС по франшизе Казакуэл можно как на собственные, так и на заемные средства. Своим партнерам компании предлагает бизнес-проект под ключ. Возврат вложений гарантирован. Предпринимателю не нужно будет решать вопросы с доставкой топлива. Со своей стороны бизнесмен должен обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов. В последнее время Казакуэл активно завоевывает свои позиции на топливном рынке Казахстана. По всей стране открыто уже 78 автозаправочных станций. В ближайшие три года их количество возрастет до 350. Поскольку мы являемся лидерами рынка, компании номер один, как по количеству АЗС, так и по проливу, и мы располагаем лояльной клиентской базой, людьми, которые привыкли к определенному уровню сервиса, соответственно, работая с нами, эти же клиенты будут заезжать на АЗС-партнера, и тем самым он будет иметь гарантированный поток потребителей через свою сеть АЗС. В Кыргызстане резко выросли цены на сено почти в два с половиной раза по сравнению с прошлым года. Сейчас в стране сезон покоса. Традиционно в это время цена на сено была самой низкой в году, а пару дней назад стоимость была еще выше. Рекордная засуха отодвинула очередной покос на начало осени. Дорожает в Кыргызстане не только сено, но и все кормовые культуры. В ответ Министерство сельского хозяйства решило фермерам продавать скот за границу. Запрет был введен еще в прошлом году на фоне подорожания мяса. Его отмена даст животноводам возможность заработать и закупить корм на зиму. Чтобы выйти из ситуации, Минсельхоз дает фермерам нескольких практических советов. Такие в рамках помощи фермерам Минсельхоз запретил вывоз кормовых за пределы страны. А импортеров этих сельхозкультур, наоборот, освободили от уплаты НДС. По данным ведомства, в южные регионы уже начали поступать партии сена из-за рубежа. Во-первых, скот нужно максимально дольше продержать на пастбищах. Это позволит сэкономить заготовленное сено. Кроме того, сейчас с полей убраны посевы ячменя. Мы советуем фермерам засеять на них скороспелые сорта кукурузы. Она успеет вырасти до осени, и ее можно использовать для приготовления силоса – очень полезного и питательного корма. В России подорожают кредиты, а вот банковские депозиты станут подоходнее. Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%. Это максимум с декабря 2014 года. То, что над рублем возможно, сгустились тучи, журналисты поняли, как только глава ЭЦБ зашла в зал. На этот раз она надела брошь в виде грозовой тучи, которая орошает землю дождем. В странах СНГ и в Грузии самая высокая ключевая ставка в Таджикистане – 12%. Далее следует Грузия и Беларусь – чуть выше 9%. Ставку по 6,5% кроме России дает Нацбанк Армении и Кыргызстана. Самый низкий показатель в Молдове – 2,65%. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них денежные средства на депозиты. Изменение этого показателя влияет на денежно-кредитную политику страны. В основе сегодняшнего решения значительный пересмотр макроэкономического прогноза. В втором квартале рост российской экономики ускорился, а инфляционное давление оказалось более высоким и устойчивым, чем мы прогнозировали. В некоторых секторах начали появляться признаки перегрева. Продолжили расти инфляционные ожидания. С учетом складывающихся тенденции мы пересмотрели вверх на один пункт прогноз по инфляции. В Беларуси стартовала уборочная кампания. Уже собрали первый миллион тонн зерна. Аграрии говорят о нехорошего качества. Из него получаются высококачественные хлебопродукты. Об уборочной и перспективах сельского хозяйства говорили и в Дворце независимости. Черное золото, так в Беларуси называют рапс. Им засеивают около 15% пассивных площадей. Из него получают ценные масла, биотопливо, а жмых идет на корм скоту. Культура очень ценная, но капризная. Разведение рапса – дело прибыльное, говорит Александр Лукашенко. Достаточно собрать 50% с гектара. Белорусские же аграрии так получают чуть больше 30. Президент предлагает отдать больше площадей под рапс и строго соблюдать технологии возделывания. Погода в этом году непредсказуема. Аномальная жара, дожди. Вот и убирать приходится все одновременно. Лен, рапс, зерновые. Президент требует соблюдать дисциплину и технологии заготовки разных культур. Аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна. Продовольствием белорусы себя обеспечат, смогут и продать. Сегодня Беларусь экспортирует 1800 наименований продуктов питания. В прошлом году страна наторговала на рекордные 6 миллиардов долларов. Нынешний год уже превосходит эти показатели. Нынешняя уборочная пойдет в сжатые сроки. Задача губернаторов – обеспечить агрария в техникой и горячими обедами в поле. Напомнил Александр Лукашенко и о помощи участникам. Ведь урожай с личных подворьей – это более 200 тысяч тонн зерна. Около миллиарда людей по разным оценкам в мире голодают. И спрос на продовольствие, и отсюда цены на продукты питания будут расти. Для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране. Китай отверг план Всемирной организации здравоохранения о начале второго этапа исследований для выяснения происхождения вызвавшего пандемию коронавируса. Об этом заявил председатель Национальной комиссии по здравоохранению КНР на пресс-конференции, посвященной проблемам COVID-19. Он назвал домыслами теорию о том, что вирус мог просочиться из китайской лаборатории. Поиск источника вируса перешел в политическую плоскость, ухудшив отношения Китая с США и многими их союзниками, которые говорят, что информация, поступившая из Пекина в первые дни пандемии, не была прозрачной. Власти поднебесно обвиняют критиков в политизации вопроса, который, по их мнению, следует оставить решать ученым. Генеральный директор ВОЗ на прошлой неделе признал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией и утечкой из китайской правительственной лаборатории в Ухане городе, где болезнь была впервые обнаружена в конце 2019 года. В Пекине говорят, что в лаборатории Ухани нет вируса, который мог бы напрямую заразить людей. Честно говоря, я был поражен, когда впервые прочитал о плане ВОЗ по второй фазе отслеживания происхождения вируса. Дело в том, что в этой исследовательской программе гипотеза о том, что нарушение Китаем лабораторных протоколов вызвало утечку вируса, является приоритетной. И это, я думаю, противоречит здравому смыслу и научному подходу. Пройтись по музеям, пообедать в ресторане, а затем привести себя в форму в спортзале, 6 августа смогут в Италии лишь привитые граждане. В стране вводится система зеленых пропусков, которые выдаются уже после получения первой дозы вакцины. Правда, как уточняют итальянские СМИ, если владелец пропуска не сделает вовремя вторую прививку, документ автоматически аннулируется. Одновременно власти продлили до конца года режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Марио Драги предупредил, что работает на опережение. Во Франции введение обязательной вакцинации для ряда профессий проходит на фоне протестов. Накануне до 200 человек собрались на демонстрацию, приуроченную к обсуждению в парламенте законопроекта об обязательных прививках и санпропусках. А жители Австрии могут наконец увидеть улыбку ближнего. Там смягчается масочный режим. Входить с открытым лицом можно в промтоварные магазины, а вот при покупке продуктов и в аптеках маски пока обязательные. Правда, пославление не касается Вены, где к Дельта штамп по-прежнему очень активен. В других европейских странах уровень заболеваемости сегодня выше, чем у нас. Но мы знаем, что если не реагировать, то эта волна заражений, которая кажется далекой, придет и к нам. И то, что происходит во Франции, Англии, Испании, коснется Италии. Причем довольно скоро. Голод свирепствует на юге Мадагаскара. Годы сильнейшей засухи и песчаные бури превратили пахотные земли в пустоши. В ООН уже назвали ситуацию катастрофической. А глава Всемирной продовольственной программы, прибывший в регион, сравнил ситуацию с фильмом ужасов. Мадагаскар – первая страна в мире, которая страдает от голода из-за глобального потепления, заявили ООН. Ситуацию ухудшили высокой рождаемость и пандемии коронавируса. Местные жители вынуждены есть насекомых, корни растений и кактусы. В городе Амбувумбе некоторые питаются остатками кожи, которым отдают обувные мастера. Их жарят на костре или кипятят, добавляя соль. На юге острова привозят продукты и пищевые добавки. Но помощи все равно недостаточно. Ожидается, что в октябре ситуация станет еще более тяжелой. ООН планирует потратить на гуманитарную помощь в южных районах Мадагаскара – 78,5 миллионов долларов. Президент Радзуэлина хочет, чтобы эти проекты принесли результаты в течение 18 месяцев. Конечно, мы говорим о дорогах. Нужно принимать во внимание задержки в строительстве дорог. Мы также говорим о водопроводе, который должен заработать. Это большой проект, который начнется в январе. Это большой проект. Редактор субтитров А.Семкин